Двух месячек по борьбе с амброзией в разгаре. Специальная комиссия выявляет очаги произрастания опасного сорняка. В целях дорожной безопасности возле городских школ устанавливают предупреждающие светофоры. В 175-летию Лобинска в микрорайонах города проходят праздники добрых соседей. Рейды по выявлению зарослей амброзии начались в микрорайонах Лобинска. На улице вышли специалисты городской администрации и представители фитосанитарного надзора. В Лобинске стартовали рейды по выявлению и уничтожению амброзии. Эта сорная трава каждый год становится настоящей опасностью для здоровья горожан и головной болью для санитарных и коммунальных служб города. С 1 июля объявлен двухмесячник по борьбе со злостным сорняком. В соответствии с постановлением администрации Лобинского городского поселения с 1 июля 2016 года объявлен двухмесячник по уничтожению карантинной растительности, то есть амброзии полонолистной. В данный момент у нас активное участие принимают жители более в центральной части города. Такие окраины, как Виноградный, Хлеборобный, район Котлованов остаются без внимания. Сегодня мы проводим рейд совместно с фитосанитарным надзором по выявлению карантинного сорняка. Но, похоже, некоторые жители не спешат избавиться от карантинного растения. Пышные заросли амброзии обрамляют придомовые территории. Сорняк необходимо срочно уничтожить и желательно с корнем. Через несколько недель бороться с этой растительностью будет поздно. Пыльца начнет отравлять жизнь аллергиков, говорят специалисты фитосанитарного надзора. Все мы знаем, какой вред приносит амброзия полонолистная. В пору его цветения очень сильно сказывается на организме человека, вызывает аллергические заболевания, бронхиты, бронхиальную астму, синуситы разные, поленос. Существенную помощь в борьбе с карантинным сорняком оказывают общественники. Председатели микрорайонов и квартальных комитетов выявляют очаги амброзии, сообщают комиссии. И если на предупреждение нарушители не реагируют, за дело берется надзорная служба. Специалисты выезжают по жалобам горожан и на нарушителей составляют протокол. Если уже человек не убирает после предупреждения, нам подаются списки, мы выходим и уже составляем непосредственно протокол об административном нарушении. Больше всего сложности возникает с собственниками земельных участков. Как правило, заброшенные стройки амброзии зарастают со всех сторон. И отыскать владельца не всегда получается быстро. Но все же уйти от наказания за несоблюдение санитарных норм нарушители не смогут, обещают специалисты администрации. Больше всего карантинный сорняк произрастает на заброшенных участках. С помощью квартальных они нам дают адреса, мы выясняем владельцев данных участков. И дальше будем разыскивать их, где проживают, и будем составлять на них также административный материал. По закону, владельцы частных домов сорняк на своих территориях должны уничтожать самостоятельно. То же касается предприятий. В противном случае тех и других ждут штрафы. На физических лиц до 1000 рублей, а на юридических до 15 тысяч. Наталья Литвиненко, Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Городские дороги, прилегающие к образовательным учреждениям, оборудуют техническими средствами безопасности дорожного движения. На многих участках уже появились автономные светофоры с импульсным диодным сигналом, предупреждающим о пешеходном переходе. Новые дорожные знаки, искусственные неровности и автономные светофоры с импульсным диодным сигналом. Все это должно повысить дорожную безопасность лабинских школьников, защитить их от несчастных случаев. 26 светофоров на солнечных батареях устанавливают возле образовательных учреждений Лабинска. В данные работы включены установка автономных предупреждающих сигналов на пешеходных переходах, которые позволяют, особенно в темное время суток, диодный импульсный сигнал, обеспечивают значительную видимость, которая позволяет водителям на значительном расстоянии увидеть данный пешеходный переход и снизить скорость движения своего транспортного средства. Искусственные неровности заставят водителей сбросить скорость перед пешеходным переходом, а предупредят об этом заранее и соответствующие знаки, и новые светофоры. Их сигнал заметен даже днем, а в темное время привлечет внимание за десятки метров. А чтобы юные пешеходы не перебегали дорогу в неустановленном месте, в зонах переходов установят специальное металлическое ограждение общей протяженностью 1250 метров. В муниципальный контракт включены работы в устройство пешеходных ограждений вблизи общеобразовательных учреждений, которые позволят обеспечить безопасное движение пешеходов. Все работы по данному контракту выполняются подрядной организацией «Экодорснаб». Более трех миллионов рублей – таковы затраты на обеспечение детской безопасности, хотя переходами пользуется и взрослое население. До начала учебного года дополнительными техсредствами будут оборудованы наиболее опасные участки возле образовательных школ. В списке – Лобинский аграрный техникум и детский сад на улице Ленина, где наиболее интенсивное движение автомобилей. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». В Лобинске стартовали мероприятия, приуроченные 175-летию города. Юбилей будет отмечаться в начале октября, но уже в эти дни микрорайонах проводятся праздники добрых соседей. Первыми их отметили в 6-м и в 4-м микрорайонах. К поздравить жителей пришли представители власти и многих наградили за активное участие. Тему продолжит Людмила Никонова. Этой традиции много лет. Жители Лобинска с удовольствием собираются на такие мероприятия. И его название – «Праздник добрых соседей» соответствует настроению. Большой общий двор превратился в концертную площадку. Перед жителями 4-го микрорайона выступают творческие коллективы. Много музыки, танцев, усилия. И зрителей собралось немало. Они жители этого района, сегодня в гостях у соседей. И попали на этот праздник. И довольно получили большое удовольствие. И рады тому, что люди сейчас не то чтобы злиться друг на друга, а вот они вышли, общаются, детки играются, весело, дружба. Вот что интересно. Спасибо организатору, спасибо Галине Васильевне Игнатьевой, Светлане. Это в нашем доме они проживают, квартальная. Они очень большую такую работу ведут. Спасибо им большое. Мы рады, что такой праздник и с удовольствием на него пришли. Очень все организовано хорошо. Детки хорошо танцевали. Ансамбль «Забава» большое спасибо. Очень нравится их выступление всегда. Да, мы с удовольствием. Добрый путь, как говорится, этим. Люди заинтересованы в этом. Кто-то, кому-то это нравится. Хотят, чтобы как бы больше мира было, доброты. Не только вокальные способности у жителей этого микрорайона. Здесь проживают поистине талантливые люди. Выставка творческих работ тому доказательством. Картины, вязаные изделия, поделки из прищепок. Даже стенгазеты выпустили, а там фотоотчет о яркой жизни четвертого микрорайона. Наталья Калитвинова впервые демонстрирует свое творчество на радость добрым соседям. Я выставляюсь в первый раз. Все поделки делала для себя, также для школы. Есть небольшое волнение. Но я рада, если мои поделки кому-то понравятся. Встречаются жители микрорайона, дети, взрослые, пенсионеры, все возрасты. Чествуются самые активные жители, которые в течение года встречались, участвовали в субботниках, активно принимали участие в общественной жизни города. И сегодня председатель микрорайона пригласил меня и других депутатов нашего городского поселения, чтобы почествовать, вручить грамоты. Александр Смиряков передал поздравления и добрые пожелания от главы городского поселения. Заместитель главы вручил награды самым активным. Среди них домкомы, ветераны, долгожители, семьи юбиляры. Депутаты рядом с населением в будни и в праздники. Евгений Виноградов отметил хорошее взаимодействие и как депутат, и как директор музея. И то, что жители объединяются, очень хорошо, считает он. Я сегодня не мог не прийти к жителям города, к своим избирателям, не поздравить их с праздником, добрых соседей, который сегодня приурочен к 175-летию со дня основания нашего родного города Лобинска. А также хотел бы сказать, что именно как директор музея хотел бы подчеркнуть, что традиции добрососедства, гостеприимства на Кубани были развиты давно. Но, естественно, жители совместно объединялись и не только в горе, но и в радости. Вместе строили дома на Кубани, хаты, возводили их, вместе переносили тяжелые страницы нашей истории, например, войны, Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. То есть, естественно, эта тема сегодня как никогда актуальна и она объединяет. Праздник получился веселым и многие жители хотят, чтобы ТОСы проводили такие мероприятия почаще. Микрорайон опирается на активистов и в благодарность, награды и хорошее настроение. С удовольствием подготовились и надеемся, что жителям все это понравится. Можно сказать, что это какой-то небольшой отчет, малая доля тех вопросов, которые мы проводим в течение всего года и в нашей работе. Хотелось верить, мы верим, что жители с каждым годом становятся все активнее и активнее. Такие мероприятия, безусловно, нужны для того, чтобы какие-то новые соседи у нас появляются, люди, у кого-то дети появляются. То есть, мы друг с другом должны общаться, плюс для детей этот маленький праздник. Посмотрите, сколько людей сейчас, сколько детей. Поэтому, мне кажется, такие праздники нужны и чем чаще, тем лучше. Впереди еще один праздник добрых соседей, но уже в новом формате. Его отметят в августе вместе четвертый и шестой микрорайоны. Интересно узнать, как он пройдет, но ясно одно, по-доброму и по-соседски. Мы пойдем туда с выставкой также. Мы пойдем с выставкой фруктов, овощей, каких-то наших любимых блюд. Мы, конечно, будем, вот как и здесь в конце, мы будем свои песни петь. Мы не специалисты, но мы будем петь это с душой и расскажем о том, как мы будем работать в будущем. Праздники добрых соседей пройдут во всех микрорайонах и приурочены они к предстоящему юбилею города. В октябре исполнится 175 лет со дня основания станицы Лобинской, которая позже преобразовалась в город. У жителей еще много возможностей проявить себя, сделать город лучше и достойно отметить юбилей. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надежный окна по доступной цене. Это все новости. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Бирюковой. Всего доброго. До свидания. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать, одно положение открывания с подоконником и отливом – всего 4500 рублей. «Окнопарк». Лобинск. Международная, 58. Телефон 8-918-354-58-48. «Окнопарк». «Окнопарк».